Время общаться с гостями в студии. Сегодня, 23 февраля, у нас представители военного факультета Купаловского вуза. Леонтий Павлов, полковник, начальник военного факультета, кандидат исторических наук, доцент. И Евгений Макарук, сержант 4-го курса военного факультета. Доброе утро! Доброе утро, доброе. Поздравляем вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. Леонтий Юрьевич, расскажите, почему вы когда-то приняли решение связать свою жизнь с военной службой? На это решение повлияло два фактора. Первый – это совет родителей, хотя ни один из них не служил в вооруженных силах. А второй фактор – мое детство проходило в городе Поставы, в котором размещалось большое количество различных воинских частей и соединений. И многие мои сверстники из семей военнослужащих поступали в военное училище. И я, по примеру, их решил тоже связать свою судьбу с военной службой. Хорошо. А как в вашей жизни появилась педагогика? С момента выпуска из военного училища, потому что каждый офицер должен обучать своих подчиненных. Хотя стоит признать, что в тот период она проходила эмпирическим путем. А уже более серьезно к этому вопросу я подошел, когда стал проходить службу на военном факультете. Попал я в 2005 году на военную факультет с момента его образования. А в 2006 году я поступил в Институт повышения квалификации и переподготовки кадров нашего университета по специальности «Педагогическая деятельность». И далее был назначен на должность начальника кафедры тылового обеспечения. А уже с 2012 года возглавил военный факультет. И здесь тоже пришлось непосредственно заниматься процессом организации образовательного процесса. И, соответственно, конечно, педагогики. А педагогия у вас, может быть, есть в семье? Нет? Да. Моя мама преподаватель средней школы иностранного языка, конкретно английского. Ну, видите, гены, да? Возможно. Мы знаем, что служба Отечеству у вас в крови, как вот педагогика у Леонтия Юрьевича. Расскажите о своем отце, где он работает. Ну, отец уже, в принципе, окончил свою служебную деятельность, если можно так сказать. Начал он свой путь в Советском Союзе со срочной службы. После срочной службы он пришел в милицию водителем обычным. Ну, там он показал свои навыки, свои умения, свои знания. Его заметили, и начался карьерный рост. В процессе роста он дослужился до должности начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями города Кобрино в Брестской области. Ну, и когда формировался Следственный комитет у нас в стране, его перевели в Брест, в управление Следственного комитета по Брестской области, на должность заместителя начальника одного из отделов. Там он уже дослуживал, и оттуда ушел в отставку в звании подполковника юстиции. Ну, и стоит сказать, что для меня он всегда был главным и основным примером в жизни, потому что, ну, человек, грубо говоря, из ничего добился очень больших высот. Он был для меня и остается для меня примером в первую очередь целеустремленности, приверженности своих убеждений и того, что надо достигать тех целей, которые перед собой ставишь. Ну, и, соответственно, он мне, в принципе, и помог поступить на военный факультет нашего университета, потому что, в принципе, куда поступать в плане направления, вопроса не стояло. Это однозначно было военно-учебное заведение, но куда именно, было немножечко непонятно. Просматривали специальности военной академии, ну, так скажем, ни к чему душа не лежала. Ну, и обратились за помощью в военкомат, пообщались с нашим военным комиссаром, и он рассказал нам, он в нашем военном факультете, где, в принципе, сейчас я обучаюсь, сказал, что специальность довольно-таки хорошая, ну, и стоит попробовать. Ну, я своим выбором доволен. И какая специальность? Тыловое обеспечение войск по направлениям продовольствия, то есть по выпуску я буду начальником продовольственной службы. Самый важный человек, это, наверное, мне кажется. В принципе, я очень доволен. Война, война, обед по расписанию. Все правильно. Да. Отец, наверное, горд. Отец очень горд. Сын пошел по его стопам. Да, отец очень горд, постоянно рассказывает своим друзьям, делится с моими успехами. Ну, и, в принципе, возвращаясь к примеру, он для меня пример, пример для подражания. И всегда, начиная с момента поступления, он мне оказывал помощь, советам. Где-то что-то подскажет, где-то немножечко наставит на путь истинный. То есть отец сыграл очень большую роль в моей жизни на данный момент. Я думаю, ему будет очень приятно это слышать и осознавать, что не зря путь проделан был. Уважаемый мужчин, вот смотрите, вот в этот праздник, какими качествами, с вашей точки зрения, должен обладать настоящий мужчина? Ну, безусловно, порядочность, ответственность, исполнительность. Важное качество для меня в человеке – это обязательность, целеустремленность, психологическая устойчивость. Вот такие качества. Ну, это, конечно, небольшой перечень тех качеств, которыми должен обладать мужчина и, в первую очередь, офицер, конечно. Ну, это первое, что приходит в голову? Да. А с вашей точки зрения как? Ну, знаете, это вопрос очень философский. И рассуждать можно очень долго. Ну, утро – самое время для философских вопросов. Ну, а когда еще? Вечером уже не до этого, уже спать надо отбой. Утро надо начинать с философской нотки. У нас на военной службе не всегда. Вечером надо отдыхать и спать. Совершенно верно. Ну, это утро станет исключением. Оно праздничное, оно в студии, поэтому можем немножко позволить себе. Ну, философствовать не буду, потому что это действительно очень долго получится. Для себя основные качества – это, в первую очередь, целеустремленность, потому что, ну, какой мужчина без целеустремленности? Если он перед собой цели ставит и не достигает их, ну, это неправильно, я считаю. Ну, и, само собой, это ответственность, потому что, в любом случае, мужчине формировать семью и нести за нее ответственность, за ее быт, за ее защиту, раз уж мы говорим об этом всем. Поэтому это, я считаю, два основных самых качества для мужчины – целеустремленность и ответственность. Хорошая философия. Нормально? Тебе одобряешь? Мне нравится. Ну, это главное. Как настоящая женщина и такая философия настоящих мужчин мне нравится. А теперь давайте поговорим о военном факультете Куполовского вуза. Леонтий Юрьевич, поделитесь, пожалуйста, информацией, которая точно пригодится абитуриентам. Наш факультет осуществляет подготовку кадровых офицеров по двум специальностям. Одна из них уже, Евгений, одну из них озвучил. Это тыловое обеспечение войск по двум направлениям – обеспечение продовольствием и обеспечение вещевым имуществом. Вторая специальность – это физическая подготовка военнослужащих. Кстати, хочу сказать, что с 2023 года мы начнем подготовку кадровых офицеров по специальности тыловое обеспечение войск по третьему направлению – это обеспечение горючим и смазочными материалами. В данный момент эта подготовка осуществляется в военной академии, но со следующего года все эти три направления данной специальности будут сконцентрированы в нашем военно-учебном заведении. Ну, это большое достижение. Большое достижение. Куполовский вуз нужно поздравить, да. Да, это большое достижение. Я думаю, большая работа была поделана. Большая работа, которая еще не завершена, она проводится. Мы готовим специалистов, офицеров в интересах вооруженных сил, Министерства внутренних дел, Государственного пограничного комитета, Комитета госбезопасности, Министерства по чрезвычайным ситуациям, практически весь силовой блок. Обучение у нас осуществляется в течение четырех лет. Курсанты находятся на полном государственном обеспечении. То есть за счет государства они обеспечиваются продовольствием, вещевым имуществом, медицинское обеспечение, денежное довольствие, квартирное, бытовое обеспечение. Все это ложится на плечи государства. Ну и, конечно же, обучение за счет государственного бюджета, дневной формы обучения. Для поступления на специальность силовое обеспечение войск и на специальность физическая подготовка военнослужащих абитуриентам необходимо подать заявление до 1 апреля в военный комиссариат по месту приписки. Этот срок отдален до приемной кампании с той целью, чтобы абитуриенты потенциальные смогли пройти профессиональный отбор, который включает определение степени годности по состоянию здоровья, проверка уровня физической подготовленности и психологический отбор. Только тот абитуриент, который пройдет профотбор, имеет право поступать на наш факультет, как, впрочем, и в любое военно-учебное заведение. Ну а далее все стандартная процедура. Сдача ЦТ, вступительных испытаний, подача документов в университет, конкурс и при успешном поступлении зачисление. Ну я знаю, потом абитуриенты проходят так называемый курс молодого бойца. Да, это так называемый курс молодого бойца. В наше время правильно называть начальная профессиональная подготовка. Наши курсанты, первокурсники начинают обучение, в отличие от студентов, не с 1 сентября, а с 1 августа. И вот в течение первого месяца они проходят начальную профессиональную подготовку, где с ними проводятся занятия практически, в основном практические занятия по общевоенным дисциплинам. В начале сентября, после успешного прохождения этого курса, они принимают военную приседу. Да, у настоящих военных видишь всегда так, с 1 августа, все заранее, все дисциплинировано, все предусмотрено. Нет, я к тому, что очень много полезной информации. Например, то, что вот у нас, если вдруг наши телезрители хотят подавать документы, а поторопитесь, у нас весь время только до 1 апреля. Это очень важный момент, потом у вас никто уже не примет. Потом никто не верит. Ну, это смотря, что ты будешь говорить. Ну, да. Вот тут прозвучали слова о физической подготовке и психологической подготовленности в том числе. Хотелось бы узнать об этом подробнее. Какими физическими и психологическими качествами должен обладать будущий офицер? Будущий студент, наверное, или офицер? Будущий офицер. Давайте все-таки так смотреть уверенно в горизонте. Спустя 4 года, да? Ну, я хотел бы сказать, что не только офицер, а любой военнослужащий должен демонстрировать достаточный уровень физической подготовленности. И не зря при профотборе проверяют, насколько здоров абитуриент и насколько он физически подготовлен. И в целом вся учеба у курсантов, Евгений не даст мне соврать. И в дальнейшем вся офицерская служба, она связана с проверкой уровня физической подготовленности. Потому что в любом случае военная служба подразумевает очень серьезные физические нагрузки. Мы практически ежегод, два раза в год каждый офицер сдает тестирование по физо, по различным упражнениям. Ну, с учетом, конечно, своих возрастных показателей. Помимо этого, конечно, и военная служба предусматривает и очень серьезные психологические нагрузки. Поэтому не зря в профотбор включены вот эти три компонента, дабы курсант, который завершит обучение успешно и начнет проходить офицерскую службу, мог в течение как минимум 20 лет служить Родине и добросовестно выполнять свой служебный долг. Ну, плюс еще нам нужно же присмотреться к нему, правильно? Подходит ли он, не подходит? Сможет ли он или не сможет? Конечно. Вот исходя из этого, у меня такой вопрос. Курсанты военного факультета. Кто они? Какие это люди? Можете составить, знаете, психологический портрет среднестатистического курсанта? В философии углубляться не будем. Не будем. Но если кратко. Если кратко... Вот современные сейчас. Какие они? Они другие, чем наше поколение, чем мое поколение. И это естественно. Но несколько, конечно, отличаются от студентов, я бы хотел сказать, потому что они более, на мой взгляд, целеустремленные. Мотивированные. Мотивированные. Дисциплинированные, наверное, более. Даже если нет, то мы привьем. То это временно. Да, это временно. И это парни, которые приняли осознанное, в подавляющем большинстве осознанное решение связать свою судьбу с военной службой. Это непростое дело, военная служба. Наш курсант, да и как любой военнослужащий, в определенной степени ограничен в своих правах. Он не может делать то, что он хочет и в то время, когда бы ему захотелось. Ведь вся военная служба и весь воинский уклад, он строго регламентирован. Поэтому курсант нашего факультета отличается тем, что готов преодолевать трудности. Тяготы и лишения. Да. Очень важна психологическая устойчивость, чтобы какая-то вдруг проблема не стала для него глобальной. И он махнул рукой и бросил все. Нет, конечно. Ну и здесь, если говорить о психологическом портрете, как уже и говорилось, целеустремленность. Замечательно. Стремимся к цели. Да. Ну вот дошли мы до цели. И теперь выпускники. А это кто? Какие должности они занимают? Где служат? Выпускники по специальности тыловое обеспечение войск. Идут в войска на различные... На должности начальников продовольственной или вещевой службы соединений воинских частей. Выпускники по специальности физическая подготовка военнослужащих идут, распределяются на должности начальников физической подготовки и спорта воинской части. А география службы вся Республика Беларусь. Ну, как у военных. Да. Хорошо. Мы рассказали про специальности. Расскажите про кафедры, которые есть у вас на факультете. На факультете у нас существует три кафедры. Две из них выпускающих. В соответствии со специальностями это кафедра тылового обеспечения и кафедра теории организации физической подготовки. Также важную роль в деятельности нашего военноучебного заведения играет общевойсковая кафедра, которая выполняет функцию обеспечивающей. Ну, все так серьезно. Хочется немножко узнать о студенческой жизни. Но тут она не совсем студенческая. Тут жизнь курсантская. Курсантская, да. Ну, Евгений, да. Если студенческая жизнь у курсантов, какая она? Она наверняка отличается от той, которая, допустим, была у меня или у Бориса. Ну, вы же наверняка общаетесь со студентами. Вы курсанты, наверняка общаетесь со студентами. Как? В сравнении. Знаете, жизнь наша студенческая обычно очень сильно отличается. Если взять хотя бы учебный процесс, да, пары у нас такие же, как у обычных студентов, также идут по расписанию, и, в принципе, здесь отличия нет. Оно заключается в наличии обязательной самостоятельной подготовки. То есть это специально нам выделяется время, которое, в принципе, приравнивается к обычному занятию. Ну, и в ходе самостоятельной подготовки мы должны, в принципе, готовимся к обычным занятиям, к зачетам, к экзаменам. То есть в этом плане очень большой плюс. Нам предоставляют абсолютно все возможности для учебы. Если брать для сравнения повседневную жизнедеятельность, различия очень большие. У нас четкий распоряд огня, и, в принципе, все расписано практически по минутам. Я общался со своими друзьями, товарищами из гражданских факультетов, с других университетов, и все этого очень почему-то боятся. Ну, я считаю это в какой-то степени плюсом, потому что, ну, не надо придумывать, чем себя занять. У нас, в принципе, за нас это уже продумали. Если говорить о жилищных условиях, начальник факультета уже это все проговорил. То есть мы всем обеспечены, нам платится денежное удовольствие. Достойное. Достойное. Очень достойное. Студенты завидуют этому, тут скрывать нечего. Однако, у нас есть свои трудности. И в морально, в психологическом плане, потому что, ну, действительно сложно это все вынести. Потому что, ну, сказали – сделай, а по-другому никак. И приходится искать пути, брать какие-то книжки умные, читать, как делается то или иное упражнение, как заполняется тот или иной документ. То есть сложно, но можно. Евгений, ну, все так серьезно, четко. Но ведь от сессии до сессии живут студенты весело. Ну, курсанты наверняка тоже в какой-то степени. Что касается личного времени, расскажите. Да, про это, к сожалению, забыл. Безусловно, у нас есть увольнение. В увольнение свободно можно ходить в выходные дни, если нету никаких задолженностей по учебе, в первую очередь. Ну, из дисциплины, если у курсанта все хорошо, в принципе, никто его особо держать не будет. Для первого курса увольнение является видом поощрения. Второй курс в порядке очередности. Ну, и третий, четвертый курс уже, как ребята поопытнее, уже более свободно ходят в увольнение. И не только в выходные дни. И, соответственно, в будние дни мы тоже имеем возможность ходить в увольнение. Вот буквально на прошлой неделе в университете проходил конкурс «Альмаматор. Любовь» с первого курса. Ну, и все курсанты ходили туда, посещали. И, само собой, поддерживали команду нашего факультета, которая в обязательном порядке и очень активно принимала участие, готовилась. Днями, ночами не спали. Главное – хорошо выступить. Слушайте, ну, студентам и так непросто подготовиться к этому конкурсу. Я думаю, курсантам это еще сложнее, потому что это же все свободное от, скажем так, расписанного времени. Время так получается. Ну, слушайте, ну, действительно, очень-очень достойное выступление. Вам спасибо за то, что находите время. Вы сами участвовали в «Альмаматоре»? Да, на первом курсе я принимал участие. И теплые, очень теплые воспоминания, на самом деле, остались. В первую очередь о самом выступлении, потому что, ну, сцена... Для кого-то это было в первый раз, для кого-то уже не в первый, но все равно. О выступлении теплые воспоминания и, само собой, о процессе подготовки. Потому что, ну, как ни крути, это сплочает коллектив, сплочает людей и помогает в лучшей степени понять друг друга, понять какие-то особенности характера, помогает пообщаться с людьми и, в принципе, узнать их получше. Кто они и что они. Я бы хотел еще добавить, Евгений упустил, наверное. У нас уже стало хорошей традицией проводить совместные вечера, потому что наш факультет, все парни, а факультет педагогики, филологический факультет, там подавляющее большинство, конечно, девчат. И вот, дабы вот эту диспропорцию минимизировать, мы всегда взаимодействуем с этими факультетами и периодически проводим совместные тематические различные вечера по отзывам курсантов. И ему это очень нравится. Это хорошо. В общем, если жизнь на Марсе вопрос, а вот студенческая жизнь у курсантов есть, мы выяснили. Однозначно есть. Совет только один. Не бояться и быть готовым к трудностям. Потому что, ну, бояться – это глупо, во-первых. А во-вторых, готовыми надо быть к нему, потому что трудности нужны. Трудности сделают из мальчика мужчину. И благодаря этим трудностям у нас воспитывается наш характер. Он становится стойким и готовым, в принципе, к любым трудностям. Как и в физическом плане, то есть вынести что-то, что-то перетерпеть где-то. Ну и в психологическом плане тоже надо много терпеть, на самом деле. Поэтому мы ко всему этому готовы, нас этому всему учат. И главное – просто не бояться. Слушай, как в этом гвозди бы делать из этих людей, не было бы крепче в мире гвоздей. Согласна. На этой ноте я предлагаю сказать вам спасибо большое, что выделили время. Я думаю, сегодня у вас в этот плотный график, где все расписано по минутам, появилось небольшое окошко. Для легкой философии утренней. Ну и спасибо, что пришли к нам. Было очень приятно с вами пообщаться. Еще раз с праздником, уважаемые защитники Отечества. Спасибо. Поздравляем вас. Спасибо вам за защиту, спасибо вам за мужество. Ну и Леонтий Юрьевич, напоследок от вас хотелось бы услышать пожелания всем будущим и настоящим защитникам Родины. Ну, несколько, наверное, будет традиционное пожелание. Конечно же, в наше неспокойное время это здоровье, здоровье всем, не только самим защитникам, но и родным, и близким. Мира и добра, опять-таки, в наше неспокойное время. Хранить верность воинскому долгу, военной присяге. Вот, в принципе, мои пожелания защитникам Отечества. Спасибо. Спасибо большое. Мы напоминаем, что в гостях у нас сегодня были представители военного факультета Купаловского вуза. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Да.